Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 23 августа, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Неожиданный рост уровня деловой активности в производственном секторе, а также сфере услуг Франции и Германии, оказал поддержку евро, но активность покупателей все еще остается сдержанной, указывая на общую неопределенность. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса, но объемы торгов практически не изменились. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается на уровне среднего значения за месяц, но торговая активность во вторник снизилась до 73 пунктов. До момента фиксации цен над уровнем сопротивления 1.18.20 покупки нецелесообразны. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Котировкам пары удалось преодолеть поддержку отметки 1.28.40, поэтому дальнейшее ослабление котировок пары все еще входит в условия основного сценария, и лишь неожиданное ослабление доллара США может сменить настроение на рынке. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Средняя дневная валютность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает вероятность появления мощного ценового движения. Котировки пары продолжают движение к отмеченной ранее цели у отметки 1.27.85. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. В преддверии публикации отчета по изменению запасов нефти в США, торговая активность нефтью снижается, что также отображается и на динамике торгов анализируемой валютной пары. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонапрально ценового движения нет, при этом и открытый интерес остается без существенных изменений. Средняя дневная валютность за последние 5 торговых дней снижается, но все еще остается выше среднего значения за месяц. Покупки могут быть целесообразны лишь при условии возврата котировок выше уровня сопротивления 1.26.00. А сейчас придем к экономическому календарю на сегодня. Европа уже отчиталась по изменению уровня деловой активности в производственном секторе, а также сфере услуг, удивив рынки неожиданно хорошими данными. Но с открытием американской торговой сессии будет опубликован этот же отчет и для США. Рост показателя способен оказать необходимую поддержку доллару США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok